Странные детали стрельбы на Лубянке. Вечером 19 декабря в приемной ФСБ на Кузнецком мосту в самом центре Москвы произошла стрельба. Были замечены странные детали ЧП на Лубянке. Согласно последним данным, в нападении на здание ФСБ на Лубянке принимали участие трое человек. Они ворвались в приемную спецслужбы и открыли стрельбу. Двое были ликвидированы на месте, однако третьему нападавшему удалось выбежать на улицу и продолжить атаку уже там. Тут же начинаются первые странности. С разницей менее чем в 10 минут СМИ дают противоположную по смыслу информацию со ссылкой на ФСБ. Согласно первому сообщению спецслужба якобы заявляет о трех стрелявших. Согласно второму сообщению, опровергает то, что нападавших было трое. Также сообщается, что в ФСБ опровергли сам факт проникновения в здание. Вызывает вопросы и внешний вид того стрелка, о наличии которого споров не ведется. Один корреспондент услышал, как прибывшим на место ЧП спецназу во время инструктажа объяснили, что он одет как вы. Таким образом, согласно первоначальной версии, нападавший был в форме силовых ведомств. Однако свидетель, видевший сам момент нападения преступника, никаких знаков различий не заметил. Через дорогу был просто мужик в черном с автоматом. Начал стрелять, убил сотрудника ДПС, пошел дальше. Потом вокруг началась стрельба. «Все, мы все побежали», — описал он произошедшее. Шансы на спасение одного из пострадавших возросли благодаря счастливому стечению обстоятельств. В момент начала стрельбы мимо места ЧП проезжала скорая помощь. Донести до кареты раненого сотрудника спецслужб помогли неравнодушные случайные прохожие. Отметим, согласно последним данным, в результате стрельбы на Лубянке пострадали пять человек. По данным Минздрава, погиб один человек. Информацию о погибшем сотрудники подтвердили в ФСБ, еще двое получили тяжелые ранения. Одной из самых странных деталей стрельбы на Лубянке можно назвать момент, который был выбран для нападения. 19 декабря прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На следующий день, 20 декабря, в стране отмечается День органов государственной и национальной безопасности. И что еще более символично, к моменту начала стрельбы в центре Москвы начался предпраздничный концерт, на котором также присутствовал российский лидер. Кроме того, стало известно, что произошедшая на Лубянке, не первая стрельба в Москве за этот день. Днем возле станции метро Братиславская в Марина был расстрелян 29-летний Абудлаха. Передает телеграм-канал МЭШ. Пострадавший выжил и был госпитализирован. Силовики проверяют связь двух перестрелок. Стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве устроил 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, сообщает РЕН-ТВ. По данным телеканала, Манюров ранее занимался предпринимательской деятельностью, однако в 2015 году его консалтинговая фирма была ликвидирована. Мужчина также якобы увлекался стрелковым спортом и занимал призовые места на соревнованиях.